Привет всем! Это экстренный выпуск. На днях в Америке стартует мультсериал Ultimate Spider-Man, что в переводе на русский означает современный человек-паук. В мультсериале нас ждет неплохая рисовка, вроде бы сюжет неплохой, да и темапы с другими героями Марвел-селенной. Неплохо, сказали бы вы, а вот я так не скажу. Дело в том, что изначально мультсериал планировался как экранизация комикса Ultimate Spider-Man. И что у нас на деле? Смесь травы авторов и костюма Старка из Amazing Spider-Man. Хотите посмотреть, каким должен был быть этот мультсериал? Тогда поехали! Я коротко расскажу вам о истории Ultimate Spider-Man. Хотя нет, не коротко. В России комикс выпускало издательство Comix. Так как в комиксе не шутили насчет названия Ultimate Spider-Man, у нас прозвали его просто Человек-паук. Это был первый комикс о пауке в России. Теперь пройдемся по сюжетной линии. Спойлеры! В этом комиксе нам представляют обновленную вселенную Человека-паука. Для подростков наших лет. Все происходит по старинке. Питер живет с дядей и тетей, которым тут по лет 40. Сохнет по Мэри Джейн, его унижают одноклассники. Сын Нормана Осборна, Гарри, с ним дружит. И его внезапно на экскурсии кусает паук. Но у этой вселенной паук не просто радиоактивный. То, что паук оказался не в том месте не в то время, виноват Норман Осборн и его лаборатория. Дело в том, что паук сбежал из лаборатории Нормана Осборна, где проводили над ним эксперименты. Далее Питер обнаруживает в себе силы, решает подзаработать на ринге. В это время в лаборатории Оскарб смотрят запись, как Питера кусает паук. Паук был накачан препаратом Ос, дающий огромную силу. Питер зарабатывает на ринге все больше и больше бабла. Ему говорят, что он не может больше ходить в таком наряде на ринг, и ему дарят классический костюмчик паука, но пока без паутины. Далее мы видим, как Осборн проводит на себе эксперимент, и ему вживляют препарат Ос. Но все заканчивается неудачно, лаборатория взрывается. Угадайте, кто помогал проводить эксперимент Норману? От Октавиус. Спустя дофига выпусков, о которых нет пока смысла спойлерить, Питер признается Мэри Джейн в том, что он Человек-паук. В это время после комы доктор Октавиус приходит в чувство и избегает из больницы, но он не один. С ним его щупальца, которые после взрыва в оскорбе вживились ему в тело. Тем временем на фоне появляется Крэйвен-охотник, который хочет убить паука голыми руками. В прямом смысле этого слова. В этой вселенной он без способностей. Пока. Октавиус уже в костюмчике и научился управлять щупальцами. Оказывается, они могут у него превращаться во что он захочет. Питер побеждает осьминога и наносит один удар Крэйвену. После чего осьминога отправляют в тюрьму щита, а Крэйвену ходят на отдых. Теперь я расскажу о происхождении черного костюма и Венова. Питер пытается отдохнуть и раскапывает на чердаке вещи своих родителей. Внезапно он натыкается на проект своего отца Веном, который он делал вместе с Броком-старшим. Питер находит Брока-младшего и рассказывает ему о проекте. В этой вселенной он просто его друг из детства. У Брока есть ключ от сейфа отца Питера, где собственно и находится проект Веном. Вещество, которое должно стать лекарством от рака. Питер похищает ночью колбу, но в итоге вещество буквально налетает на него и он становится черным пауком. Далее все как по маслу. Питер становится сильнее, но потом понимает, что костюм овладел им. Питер уничтожает остатки костюма и попадается на Брока, который очень огорчен, что тот уничтожил то, что делали их отцы всю жизнь. Не тут-то было. У Брока есть ключ от сейфа его отца. И тот берет костюм оттуда. И в образе злого Венома нападает на Питера. Брока фигачит полицейский и тот убегает. Во время другой сюжетной линии появляется Ник Фьюри и говорит, что когда Питеру будет 18, он будет принадлежать щиту. А теперь давайте посмотрим. И это хоть как-то похоже на то, что у нас будет в мультсериале. А ведь знаете, китайцы теперь могут быть ралы. Ведь им не надо придумывать паука на мотоцикле. В новом мультсериале так и будет. И еще. Читайте комиксы. Марк Багли рули. Редактор субтитров А.Семкин